Первая группа, дома 1, 2, 3, 4, это личные дома. Они отвечают за личное пространство человека. И если в этих четырёх домах, в первых четырёх домах, находится скопление планет, то событийная карта говорит нам о том, что для человека очень важна тема личного пространства. Я, мои деньги, моё близкое окружение и дом, и семья. Это значит, что человеку надо заниматься проработкой личных домов. В первую очередь, не идти в социум, не строить карьеру, пока эти личные дома не будут проработаны полностью. То есть событийная судьба будет постоянно возвращать человека в эти дома. Например, у человека стеллиум в рыбах во втором доме. Он хочет заниматься эзотерикой, медитировать. А вот пространство поместило все планеты во второй дом. Ему нужно зарабатывать, обеспечивать себя в первую очередь. То есть сколько бы он не визуализировал и не медитировал, судьба будет его постоянно возвращать в ситуацию второго дома в виде необходимости зарабатывать, в виде ситуации расходов, финансовых проблем, болезней и так далее. По второму дому. Если человек не использует одиннадцатый дом, то он полностью, этот дом вырубает всю бытовую жизнь натива, как будто человек находится в подвешенном состоянии. А с двенадцатым домом с ним вообще нельзя не договориться, так как он начинает сильно негативить в таком случае, провоцируя проблемы, болячки. Ситуации, когда на вас вешаются другие без вашего желания. Везде с этими домами идёт интересная тема. Либо мы с помощью этих домов учимся чего-то добиваться, влиять на других, либо эти дома оборачиваются против нас, и мы полностью от них зависимы. Дома с девятого по двенадцатого управляются и Питером, и Сатурном, двумя социальными планетами. Поэтому если мы эти дома не используем, мы получаем зависимость и социальную, и внутреннюю, ну смотря как карта настроена психологически, то есть в каких знаках светила их диспозиторы. Но мы получаем зависимость на событийном уровне на сто процентов. Зависимость от авторитетов, от учителей, от знания. На самом бытовом уровне это зависимость от какой-то пропаганды по девятому дому, зависимость от закона по десятому дому, застой также, по одиннадцатому дому просто вырубается реальность, отключается. А по двенадцатому дому, какая зависимость здесь у нас получается, ограничение препятствиями, которые появляются просто из воздуха, ниоткуда. Далее дома семь и восемь. Они очень тесно связаны между собой, они очень похожи, так как здесь вы связаны с другими людьми. Они, другие люди, в ситуациях этих домов, седьмого и восьмого, будут главными и лидирующими. Если в домах с первого по шестой ситуация зависела от вас, то седьмой и восьмой дома предполагают, что вы по этим домам будете на втором месте. Первым фактором будет другой человек и его ресурсы. Седьмой и восьмой дома – это другие люди и их ресурс. Например, диспозитор Венеры в седьмом доме говорит о том, что человек может пользоваться кредитами, брать деньги у других. То есть не только по восьмому дому, а мы можем иметь доступ к кредитам и к ресурсам других. Если эти дома выделены, то есть заполнены в карте натива, то здесь есть очень сильное указание на то, что человеку нужно учиться пользоваться чужим, эксплуатировать в кавычках, в хорошем смысле слова, чужие ресурсы. Судьба не даст человеку самому продвинуться без поддержки кого-то другого. По десятому дому мы имеем полномочия. Нам закон дал полномочия. Это второй шаг для политиков. Первый шаг – это то, что толпа меня выбрала. Эти люди, политики, олицетворение толпы. Если, например, мы говорим не о политике, то человек может быть по одиннадцатому дому лидером мнений в Инстаграме. Он олицетворяет мнение своей толпы. С одной стороны, я не прогибаюсь по мнению толпы, но одновременно я олицетворяю ее интересы. Такая тонкая грань есть. Эти дома ломают привычные сценарии. И не всегда в минус, кстати. Человек переехал, поменял профессию, женился на иностранке. Он переживает необычные события какие-то, которые полностью стирают прошлую жизнь. И события по этим двум домам часто очень навязчивы, особенно по двенадцатому дому. Раз человек в другом мире оказался. Обладатели энергии одиннадцатого домов могут не понимать сами, что происходит. Они будут искренне стараться построить жизнь, свою жизнь как надо, но у них все будет происходить по нестандартным схемам. Тема планеты управителя дома тесно связана с событийностью. Что в нашей жизни вызывает событий? Как нам включить нужный дом? Дом, который нас интересует? Просто нажать на управителя. Мало. Надо нажать на управителя в доме, то есть в другом доме. Планета в доме – это мои действия. Это события, которые я создаю сам. Это события, которые держатся на моей энергии. Это мои правила игры. Я исполнитель здесь. А события по управителю дома – это те возможности, которые дает мне судьба. Как мир, пространство реагирует на мои действия? И реакция мира не всегда будет логичной. Уран в пятом доме управляет вторым домом. Мне нужно начать проект, его полностью запланировать, все риски просчитать по урану в пятом доме. И это мое действие даст мне деньги. Включится второй дом. У нас пойдет реакция мира. Посмотрите, ваш управитель второго дома, где он находится. Посмотрите на эту планету в доме другом и подумайте, какое событие она может символизировать. То есть если вы это событие проявите, то пространство отреагирует, даст вам возможность, связанную с деньгами. Когда мы обращаемся к управителю первого дома? В вопросах имиджа. Венера в знаке – это то, что мне нравится. Например, люблю черный цвет или красный цвет. А первый дом – это то, что мне по факту идет. Например, мне нравится красный, да, но мне он не подходит, не идет он мне. Что мне нравится? Мои пристрастия – это психология. Венера. А что мне идет – это событие. Это первый дом. Первый дом используется также, когда мы зашли в тупик, и нам надо что-то изменить, дать ход какому-то делу. Вот что вам подходит, вернусь немножко назад, не только одежда, а вообще образ, поведение, имидж. И очень большая ошибка – это трактовка первого дома как в психологии. Мол, ассадент в козероге, а вы холодный, неприступный, в близнецах, легкомысленный. Если у вас ассадент в Скорпионе, человек должен быть пробивным, настойчивым, подозрителем, в меру наглым, бескомпромиссным, мы можем по этому поводу все что угодно думать, не соглашаться с этим. У вас скорпион на ассаденте, в то же время у вас луна в весах и диспозитор в близнецах. Миру мир. Мы психологически за мир во всем мире. Но мир говорит нет, либо ты будешь пробивать по Плутону, управитель своего ассадента в Скорпионе, либо не будет вообще ничего. Первый дом – это те качества, та манера поведения, тот образ, который будет востребован, а не то, что будет вам нравиться. Управитель седьмого дома нам скажет, как мне надо строить отношения, событийно строить отношения, чтобы у меня партнерство поддерживалось. Где мне искать партнера? Как мне нужно конкурировать? Это мои событийные взаимоотношения с людьми. Моя Венера в знаке, напомню вам, это моя психология. Как я вижу брак? Что для меня отношения? А у правительственного дома, что я должен делать? Какие отношения по факту будут возникать? То есть дом у правительственного дома скажет нам о том, где я могу обрести партнера, конкурента, врага или друга. Что укрепит мой союз? Это может казаться немножко противоречием, что как это? Друг и враг, партнер – это одно и то же. Да, это седьмой дом. Важно, что есть взаимодействие. И даже во вражде вы друг от друга зависите. И друг с другом взаимодействуете. Да, событийный план очень жесткий, даже жестокий. Отношения всегда идут по сценарию правителя дома. Даже если у вас было, есть и может еще и будет несколько браков, больше, чем один, они все равно реализуются по одной и той же формуле управителя вашего седьмого дома. Просто это может произойти на разных полюсах реализации дома. Плюс двенадцатого дома в том, что если карта ваша склонна к тонким материям, к визуализации, то надо обязательно включать управителя двенадцатого дома. Такой пример интересный. Плутон, управляя двенадцатый дом, находится в восьмом. Написать желание на бумаге и сжечь эту бумагу. Это простейшее действие будет очень эффективным, очень хорошо сработает. Включится бытийный ресурс двенадцатого дома. Плутон, управляя двенадцатый, находится в девятом. Когда вы спорите о политике, жестко себя отстаиваете в мировоззренческих моментах или если очень интенсивно проходят занятия по девятому дому, у вас включается ресурс для материализации по двенадцатому дому. Юпитер управляет, двенадцатый находится в девятом. Вы борете через расклад на таро, на картах таро, но расклад динамический. То есть вы его меняете, да, расклад, и потом вы результат этого измененного расклада визуализируете. То есть вы делаете расклад на таро не для прогностики. Динамичный расклад на таро подразумевает уничтожение, трансформацию. Ну и давайте рассмотрим пример карты очень известного персонажа Алистера Кроули. Она очень насыщена на психологию и на события. Надеюсь, вы знаете, кто это. Это знаменитый мистик, маг, создатель колоды таро Кроули. Также очень известный скандалист, известный персонаж. Он был изгнан из всех стран Европы, но он перевернул весь мир. Он дал миру совершенно новую каббалистическую традицию. Смотрите, у него Луна очень гармоничная, да, в секстиле к Марсу, в секстиле к Плутону. Нету поражения Луны. Это может немножко напрягать в том смысле, что мы знаем из биографии, что у Кроули были очень обжимые отношения с матерью. Он буквально ее ненавидел. Давайте подумаем, почему. Если Луна не пораженная, у него были очень религиозные родители, приверженцы христианской секты. Для них Рождество являлось богохульством. Где в карте видна ненависть к матери, непринятие матери? Где видна религиозность родителей? Луна гармонична, да. Диспозитор Луны Юпитер поражен Нептуном, оппозиция, Нептуна, религиозность. Коли называл себя сам всю жизнь вещателем ада. То есть, в этой оппозиции диспозитора Луны к Нептуну мы видим попытку противостоять, доказать, что я не такой, как все. Луна в рыбах, говорит о том, что я актер, я хочу впечатлений. И на самом деле у него неординарное отношение к матери по его собственным текстам. Но внешне мы видим показуху. То есть, я ее не принимаю. Мать. Насколько это была игра? Возможно, это была одна из его бутафорий, так как Луна супергармонична. И если мы посмотрим на его работы с материнскими энергиями, например, он вложил много, много-много энергии в аркан второй императрицы. Это можно сказать, что у него было, у него не было проблем с материнской ипостасью. Но внешне это отвергалось из-за оппозиции. Это объясняется оппозиция диспозитора Луны к Нептуну. У него была любовь к наркотикам, пристрастие к наркотикам. Это известный факт. Опять же, все возвращается к Луне, в рыбах, к диспозитору Скорпионе. Но он был первый в это время, в ту эпоху, кто заговорил о вреде наркотиков. В начале XIX века героин, опиум, шли наравне с лекарствами. Героин принимали от кашля, опиум для расслабления. Но его стойкая луна, то есть не пораженная, несмотря на его опыт наркотиков, позволила ему прожить до старости до 72 лет.